Новости Сургут-24 Власти Сургута оштрафуют подрядчиков, которые плохо убирают снег с улиц Сургута. Один из исполнителей контракта уже лишился участка. В приоритете малоинвазивные операции. Сургутские урологи проводят вмешательства, которые раньше делали в Москве, в чем особенность нового для СОКБ метода лечения. И теплая весточка из дома. Ученики Сургутской школы «Перспектива» написали участникам СВО письма со словами поддержки и поздравлениями ко Дню Защитника Отечества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От слов к делу. У подрядчиков, которые плохо убирают снег, забирают вверенные территории. Как отметил в своих соцсетях глава Сургута, этой зимой ряд исполнителей плохо справляется с ликвидацией осадков в условиях обильных снегопадов. Только 60% участков в начале первой рабочей недели года были в нормативном состоянии. Штрафы работают не всегда, поэтому власти города приняли решение перераспределять часть территорий недобросовестных исполнителей в обслуживание другим организациям. Так, один из подрядчиков, на участке которого в праздничные выходные было больше всего жало под горожан, лишится и части заработка, и площадей для уборки. В частности, улицы Лермонтово и Чехово будут переданы на обслуживание другим организациям. По словам главы города Андрея Филатова, оплата будет соответствовать результату уборки дорог. Те субподрядчики, которые не справляются по каким-либо причинам с теми погодными условиями, то есть наше предложение генеральному подрядчику либо сменить, либо перераспределить где-то какие-то улицы. По поводу штрафных санкций, это цифра порядка, наверное, 10% от стоимости будет состоять, это на миллионы идет. В этом месяце это будет миллионы, за декабрь, и по итогам того, как мы провели праздники, там где-то подросслабились, ну, скажем так, не на 100%, а на 70% подрядчик работал. Да, все это будет с утекающими последствиями, вплоть до рассмотрения о замене субподрядных организаций. Смертельное ДТП в Сургутском районе. Недалеко от развязки трассы в Нижневартовск с северным обходом нашего города в воскресенье рано утром столкнулись две иномарки. По предварительной информации, водитель Тойоты Чайзер по каким-то причинам оказался на встречной полосе, где лоб в лоб врезался в Ниссан Тирана. Ехавшая в ней 49-летняя женщина-пассажир получила травмы, от которых через непродолжительное время скончалась. Обстоятельства устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, водитель автомашины Тойота Чайзер 96-го года рождения совершил выезд на полу встречного движения, где допустил столкновение со встречным транспортным средством Ниссан Тирана. В результате чего водитель автомашины Тойота получил телесные повреждения в различной степени тяжести. Пассажиры автомашины Ниссан скончались в карете скорой помощи. За выходные мошенники заработали на югорчанах 28,5 миллионов рублей. Почти половину этой суммы увели у жителей Сургута и Ханты-Мансийска. Жительница окружной столицы хотела получить прибыль на бирже. В одном из мессенджеров увидела объявление о быстром заработке на финансовом рынке. Связалась с представителем компании, который пообещал помочь купить криптовалюту и получить гарантированный доход. Потерпевшая перевела на счет псевдокомпании 8,5 миллионов рублей. Сразу же после этого связь с ЛЖ-брокером оборвалась. А в Сургуте 52-летний мужчина получил звонок от ЛЖ-сотрудника Центрального банка России. Собеседник сообщил, что неустановленные лица якобы пытаются оформить на югорчанина займ. Чтобы помешать этому, нужно самостоятельно исчерпать кредитный потенциал. Для этого нужно взять займы, а потом отправить деньги на счет Центрального банка России. Реквизиты были переданы, на них упали более 3 миллионов 300 тысяч рублей. Этого мошенникам показалось мало. Аферисты рассказали такую же историю жене потерпевшего, а затем убедили супругов продать собственную машину. Деньги сургутяне перевели все на тот же счет. Общий ущерб 5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. В Сургуте благоустроят проезд у дома на Быстринской, 12. Жители многоквартирника обозначили главную проблему – неудовлетворительное состояние дорожного полотна. В период дожди и таяния снега проезжая часть размывается. Многочисленные ямы и выбоины не видно. Они наполняются водой и грязью. Дорога становится труднопроходимой, что доставляет множество неудобств горожанам. Однако благодаря инициативе жильцов ситуация изменится уже в этом году. Постоянно находится здесь вода. Невозможно проехать матушкой со своими колясками. Большие ямы там находятся. Полотно просто в плачевном состоянии. У нас здесь и будет в этом году производиться реконструкция и полная замена дорожного полотна. И будет новый дорожный заезд. Потому что он социально значимый, учитывая то, что здесь идет детский садик. И родители приезжают, привозят ребятишек своих сюда. И вообще здесь очень много машин проходит. Это очень такой, помимо этого, то, что здесь это придомовая территория. Помимо этого здесь очень много людей проезжает. А также социальные службы, милиция, скорая помощь, пожарные. Инициативный проект, благодаря которому стала возможная реконструкция дорожного полотна, жители ТОС-28 направили в администрацию города. По решению комиссии на весь ремонт из бюджета будет выделено чуть больше 4 миллионов рублей. Напомним, что программа инициативного бюджетирования не нова для Сургута. Ежегодно реализуется целый ряд задумок, среди которых спортивные площадки, экспозиции, молодежные пространства и даже концерты. В 2024 году планируется реализация 11 инициативных проектов на общую сумму 54 миллиона рублей. Необходимо ответить, что в 2023 году также у нас реализовалось 11 инициативных проектов на такую же сумму порядка 54 миллиона рублей. Инициативные граждане, вернее группа инициативных граждан не менее трех человек, также ТОСы, юридические лица, предприниматели могут ежемесячно последние два рабочих дня месяца обратиться в администрацию, внести свой инициативный проект. И поиграть с мячом, и на коньках покататься. Активные сургутяне презентовали еще один проект, который реализуют по программе инициативного бюджетирования в 2024. Открытая спортивная площадка на улице Григория Кукуевицкого станет многофункциональной. Хоккейный корт летом будут трансформировать благодаря съемным воротам в футбольное мини-поле. Такая идея пришла руководителю одной из футбольных школ Сургута, главная цель которой – приобщать подрастающие поколения к активному образу жизни и сделать его доступным для каждого. Мне показалось более подходящий оказался хоккейный корт, который можно застелить искусственной травой. И зимой это будет каток. И, собственно, это будет точкой притяжения, потому что эта идея не нова. У нас уже Федерация футбола реализовала несколько таких проектов в городе Сургуте. Это очень хороший механизм, который позволяет реально реализовать бюджетные деньги, благоустроить территорию, сделать что-то для своего города. Так как я специализируюсь на футболе, я решил попробовать себя в таком проекте. Если кому-то из горожан интересны другие проекты, потому что когда соберу подписи, например, спрашиваю, а почему там для собак, например, для животных не сделать в аэр. Я говорю, пожалуйста, участвуйте. Хоккейный корт «Вымпел» находится в микрорайоне А у детского сада «Рябинушка» и школы номер 12. Территорию в 2022 году отремонтировали. На спортивной локации заменили ограждение и обновили уличное освещение. Установили энергосберегающие лампочки. Грядущим летом подрядчики выйдут на объект для реновации основания площадки. Известно, что уложат искусственный газон. Удобно, небольшими затратами, по факту можно реализовать две точки. То есть это и хоккей, и футбол. Будет основание немножко переделано под траву, чтобы можно было, для него специфическое основание, чтобы было мягким, не было ударных нагрузок у детей, когда бегают при падениях, было не травмоопасно. Плюс будет учитываться то, чтобы зимой, после определенного наста снега, можно было заливать каток. То есть и по высоте, и по всему. То есть это не просто на траву заливаются, дабы ее не испортить. А специалисты выжидают, то есть кто отвечает за данное направление, выкатывает снег и после этого заливают. По итогам прошлого года потребительская инфляция составила почти 7,5%, сообщил сегодня Росстат. Итоговая цифра сложилась из трех компонентов. Продовольствие за год подорожало на 8,2 пункта. Промтовары на 6%, услуги на 8,3. При этом последняя сфера интенсивнее всего росла в ноябре. Что касается продуктов, то по наблюдениям интернет-издания Forbes, лидером стала капуста, подорожавшая на 170%. Цена картофеля прибавила 50%, моркови 32%. В категории мяса сильнее всего изменился прайс на курицу, плюс почти 23%. Говядина выросла на 16 пунктов. Также в лидерах в сегменте бакалеи – гречка, сахар, вермишель. Нынешний инфляционный прогноз экспертов строится на отметке 5%. В приоритете малоинвазивные операции. Сургутские урологи проводят вмешательства, которые раньше делали в Москве. Определенного возраста у болезней мочеполовой системы нет. Цистит, уретрит и мочекаменная болезнь – самые частые диагнозы в этой сфере. Все они проходят, как правило, очень болезненно и на запущенных стадиях могут привести к инфекционным воспалительным процессам. Каких результатов в лечении достигли сургутские урологи, расскажет Карина Александян. Болезни мочеводелительной системы относятся к наиболее распространенным среди всех бактерицидных инфекций. Они актуальны для обоих полов и тесно взаимосвязаны с репродуктивной функцией организма. Запоздалое обращение к специалистам влечет за собой последствия, например, в виде пиелонефрита. Самая частая операция – это эндоскопическое удаление камней. До 60% наших пациентов обращаются в нашу клинику именно с мочекаменной болезнью. На втором месте – это пациенты с аденомопредстательной железы, мужчины. И затем уже различные реконструктивно-пластические операции. Средний возраст наших пациентов где-то около 40 лет. Но бывают и пациенты с 18 лет тоже обращаются. На базе Сургутской окружной клинической больницы в урологическом отделении для пациентов с мочекаменной болезнью врачи применяют различные методы лечения. Приоритетными всегда остаются малоинвазивные. Это один из видов мочекаменной болезни. Сранитель неинвазивный, то есть без операции. Когда происходит с помощью этого аппарата электрогидравлическое воздействие на камень, точечное, локальное, и он разрушается. Для пациентов это очень хорошо, комфортно, все происходит достаточно быстро. Занимаемся мы этим давно. Результаты у нас хорошие. Практически любой камень можно дробить. Размеры примерно сантиметров до двух. Спокойно можно его дробить. И не прибегать к каким-то другим, более инвазивным, более травматичным методам лечения. Еще одним малоинвазивным методом удаления камней является их дробление и выведение через уретру. Без проколов и надрезов. Врачи-урологи избавляются от конкрементов в мочеточнике. Такой способ считается менее травматичным, а период восстановления пациента после операции сокращается вдвое. Сегодня мы выполняем обычную стандартную операцию, которая у нас в день по 3-4 штуки. Это эндоскопическое удаление камня мочеточника. Пациенты такие обращаются в экстренном порядке. С клиникой почечные колики возникают резкие боли в поясничной области. Возможно, какая-то и радиация вниз за живота, позывы на мочеиспускание. Боли такой силой, что пациенты не могут себе найти место. Операция делается эндоскопически, без разреза. Первым этапом заходим в устье мочеточника, доходим до камня. И далее уже в зависимости от размеров камня разрушаем его, либо извлекаем целиком. В урологическое отделение СОК-Б попадают и пациенты с сужением мочевыводящего протока, предназначенного для перегонки жидкости из почек в мочевой пузырь. Первую в Югре операцию по пластике мочеточника лоскутом слизистой щеки провели именно сургутские врачи. Мы выполнили в прошлом году несколько операций пациентам с протяженными структурами мочеточников. Пациенты были вынуждены ходить длительное время с мочевыми дренажами. Это нефоростамическая трубочка, которая уходит сбоку тела. И моча выходила наружу. Чтобы избавить от этого, мы рискнули и выполнили такую операцию, как пластика мочеточника с использованием слизистой щеки. Протяженность мочеточников у одного пациента была структурой 7 см, у другого 6 см. Примерно 10-12 сургутян в год нуждаются именно в такой операции. Ранее пациентов отправляли на манипуляции в Москву и Санкт-Петербург. Однако очереди в столичных клиниках не позволяли получить помощь своевременно. Сейчас восстановить работу мочеточника можно в Сургутской окружной клинической больнице. Реабилитация пациентов прошла успешно. Карина Александровна, Эльза Шайметова, Данил Панков, Сургут-24. Теплая весточка. Сургутские ученики школы «Перспектива» написали участникам СВО письма со словами поддержки и поздравлениями ко Дню Защитника Отечества. Данное мероприятие реализуется в рамках проекта «Сладкое письмо солдату», который существует в Сургуте уже больше 10 лет. До конца месяца подарки и теплые строчки из дома передадут ученики 37 учебных заведений города. Так в акции поучаствуют около 50 тысяч школьников. Много лет существует такая акция, как «Сладкое письмо солдат» в нашем городе. Мы начинали с того, что поздравляли военную часть пограничную, на которой шествовал город Сургут. После адрес написали письма солдатам-срочникам, призванным из города Сургута. С прошлого года акция поменяла свой адресат. Письма, поздравления получают воины, исполняющие свой патриотический долг сейчас в зоне специальной военной операции. Как признаются сами ученики, для них важно, чтобы письма дошли до адресата. Ведь так, по словам детей, они способны проявить моральную поддержку и показать, что их ждут дома целыми и невредимыми. Кого-то такие посылки заряжают на совершение новых подвигов и выполнение поставленных боевых задач. Также ребята мечтают получить в ответ письма или видеообращение, чтобы видеть обратную реакцию. Сейчас же весточки от сургутских ребят направят в зону боевых действий до конца января, а солдаты получат их к 23 февраля. Да не важно, кому написал. Главное, чтобы это было солдату, которому это было важно прочитать. Чтобы я написал слова поддержки, для того, чтобы он не падал духом, чтобы он знал, за что он воюет, чтобы он не опускал руки. Чтобы у него в голове были слова «Родина», «Россия» и «За мир». На байдарках и каноэ в Сургуте определили сильнейших спортсменов в первенстве и чемпионате города по грибному слалому. Соревнования проходили в 50-метровом бассейне «Олимп». Там встретились 45 юношей и девушек в возрасте до 18 лет. По итогам гонки определили 11 победителей. Отмечу, что ребята могли проявить себя сразу в двух дисциплинах гребли. Сидя в каноэ и байдарке, управляя водным транспортом, одно- и двухлопастным веслом соответственно. Зеленые подразумевают это прохождение вдоль течения реки. То есть участники должны пройти эти ворота прямо. И есть красные. Красные подразумевают обратный ход реки против течения. Задача – преодолеть дистанцию эту трассу как можно быстрее. Это гонка. Но есть штрафные баллы. Ворота – это, получается, две вешки висящие. Если участник задевает рукой, веслом чем-то заденет, то у него будет штраф. То есть нужно пройти чисто. Если же участник проходит неправильное направление ворота, либо прям совсем их не проходит, видно, что не проходит, то штрафное время плюс 50 секунд. Само по себе гребной слалом зрелищный вид спорта. Если учитывать, что мы находимся на холоде и даем возможность ребятам участвовать в подобного рода соревнованиях, сидя на воде, в лодках, а на улице холодно. И вообще не забываем, что это олимпийский вид спорта. То есть мы готовимся, не знаю, когда нас только туда пустят, а возможно, скоро мы сами олимпийские устроим. Россия может, Россия потянет. Уже у нас есть перспективы, несколько ребят сборной России тренируются тоже от нашего округа. Он экстремальный, он единственный спорт в городе Сургуте, вот именно этот. Сначала было очень интересно, я перевернулась один раз, ну вот, без юбки когда была. Просто сажают тебя в маленькую лодку, дают попробовать. Очень интересно тебе, дают весло, ты должен грести так, чтобы не перевернуться. А еще первый раз тебя покачивают, в ту сторону разворачивают. Цепляешься кормой с дорожки, прям супер ощущение. На искусственной трассе общей протяженностью 100 метров, следом за городским первенством состоялись и окружные соревнования. В них приняли участие 55 спортсменов из нашего муниципалитета и Нижневартовска. 18 первых мест разыграли в разных возрастных категориях, а также в индивидуальных и командных гонках. Напомню, грибной слалом входит в список олимпийских видов спорта, в Югре развивается в двух крупнейших городах. В Сургуте прошел 18-й городской фестиваль детского и юношеского творчества «Рождество Христово». В нем традиционно принимают участие ученики православных гимназий и воскресных школ города. В этот раз в подготовке сценических номеров участвовали свыше 200 ребят. Чем удивляли дети, знает Анастасия Петрова. Масштабный, полный радости и предвкушения чудес праздник развернулся на сцене Сургутского государственного университета. Детские и юношеские коллективы творческим и понятным для всех языком рассказали о рождении младенца Христа, о событиях, происходивших больше двух тысяч лет назад. Рождество, к слову, не единственный праздник, в честь которого проводят фестиваль. Творческие концерты организуют на Пасху. Мы прославляем Рождество Христово, мы прославляем новорожденного Бога-младенца. Мероприятие наше направлено на то, чтобы объединять воскресные школы, объединять православных людей, чтобы детки наши видели, что они в воскресных школах не одни такие, что у нас много воскресных школ. И все детки занимаются тем, что изучают закон Божий, и мы хотим, чтобы они чаще встречались на городских мероприятиях и на городских площадках. Больше двухсот юных сургутян традиционно представили свои номера в номинациях «Театральное», «Певческое искусство» и «Хореография». Как отмечают организаторы, таким способом религия, основы православия становятся более понятными как детям, так и взрослым. Тем более, что наставники постарались передать самобытность истории не только через сами номера, но и через костюмы. Старание педагогов оценила заместитель главы города Анна Томазова и протеерей Антоний Исаков. Хочется еще раз в сегодняшний праздник, уважаемые участники фестиваля, все наставники, родители, сказать вам огромное спасибо за то, каких замечательных детей мы вместе воспитываем. Вот они сейчас, когда выходили в удивительных костюмах, мы с отцом Антонием говорим, но мы перестаем каждый год восхищаться, как творчески подходят наставники, педагоги, воскресная школа, православная гимназия, наших образовательных организаций, к тому, чтобы в этот праздник поделиться особой красотой. Слава Богу, что есть такая симфония, есть такое соработничество в таком очень важном направлении, как культуры и образования между церковью и нашей городской администрацией. Все мы делаем одно дело, удивительное дело, но в этот великий праздник Рождества Христова хотелось бы прежде всего всем вам пожелать радости духовной, милости Божьей, мира на нашей земле, чтобы с Божьей помощью все у нас получалось. Творческий концерт посетили больше 500 сургутян, а все артисты получили памятные дипломы. Но, как отметили организаторы, здесь важно само участие, ведь так дети смогут развиваться как творчески, так и духовно. А кроме того, воспитанники православных и воскресных школ смогут чуть иначе взглянуть на уже известные им факты истории. Анастасия Петрова, Сергей Коликов, Сургут, 24 Эти и другие новости смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru и в соцсетях ОМЕДИА. Вас еще ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Святым Мира. Приходите в Центр Акватория для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате Morpheus 8. Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица. Признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59 35 35. Акватория, улица Магистральная, 36. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд Траектория Надежды. Радио Энерджи. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи. Это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободное от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире и большие турниры оффлайн. Выбери Радио Энерджи. Энерджи. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова